Северная Корея известна своим статусом закрытой страны, что обусловлено ее политической системой, изоляционистской политикой и стремлением к поддержанию контроля над информацией и обществом. Это приводит к тому, что о жизни внутри страны известно очень мало. Порой кажется, что эта страна в любой момент готова мобилизовать свои силы и начать войну за мировое господство. Но так ли это на самом деле? Для начала давайте попробуем немного больше узнать о Северной Корее, ее устройстве и развеять некоторые заблуждения по ее поводу. В Корейской Народно-Демократической Республике свой особый календарь. Летоисчисление в нем или календаре Чучхе начинается с 1912 года, ведь именно тогда родился великий вождь Ким Ир Сем. При этом ввели новшество только в 1997 году. Лишь одной художественной студии в Северной Корее разрешено изображать лидерам страны. Она называется Мансуде и расположена в столице страны Пхеньяне. Для въезда или выезда из Пхеньяна необходимо иметь специальное разрешение. Также для рядовых граждан запрещено перемещение за пределы региона своего проживания. Чтобы попасть в КНДР, если у вас нет малазийского или сингапурского паспорта, вам придется подавать заявление на визу. И даже если ее одобрят, не факт, что вы попадете в страну. А самое ужасное, что вы можете потом из нее не вернуться. Побег из страны считается самым большим преступлением. Ведь настоящий патриот не покинет родину в трудный день. Хотя непонятно, когда эти самые трудные дни закончатся. Но многие люди никогда на побег и так не решатся. Ведь ответить за это придется их родственникам. Северная Корея стала одной из первых стран, закрывших свои границы из-за COVID-19. Уже в январе 2020 года правительство ввело значительные ограничения на зарубежные поездки для северокорейцев. А в конце того же месяца полностью закрыло страну для иностранных туристов. Мобильная связь в КНДР ограничена и контролируется государством. Телефоны могут быть доступны лишь небольшому кругу привилегированных граждан, как правило, высшего уровня партийного или военного аппарата. Частным лицам владение и использование мобильных телефонов часто запрещено или сильно ограничено. Однако некоторые жители Северной Кореи, особенно в городах на границе с Китаем, используют китайские сотовые сети для связи с миром. В стране запрещены женские прокладки из-за идеологических и культурных соображений, а также из-за ограниченной доступности товаров и сервисов. Власти продвигают использование альтернативных средств гигиены, таких как тканевые или многоразовые прокладки, вместо импортированных одноразовых продуктов. В Северной Корее с четырех лет дети могут ходить в садик по желанию родителей. А вот с пяти посещение учреждения обязательно. Нужно как минимум год отходить в детский сад, если ребенок потом собирается в школу. Первоклашки должны усвоить самое главное – биографии лидеров страны. Ким Мерсена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ина. В обычной жизни детей учат улыбаться на камеру, чтобы редкие туристы и журналисты знали, что в Северной Корее все дети счастливы, а по-другому и быть не может. Метро в Пхеньяне находится глубоко под землей. Как и во многих городах бывшего СССР, такое расположение обусловлено тем, что станции также служат бомбоубежищами. В КНДР существует система так называемого социального наследия Сонбун, которая разделяет население на касты в зависимости от политической и идеологической принадлежности, а также родственных связей с правящей партией. Всего выделяют пять основных. Особенное, ядро, основное, проблемное и враждебное. Верхние касты включают в себя высшие чины правительства, армии и партии, в то время как низшие состоят из тех, кто считается ненадежными элементами или не соответствуют идеологическим стандартам. Эта система определяет доступ к привилегиям, ресурсам и возможностям в стране. Население КНДР питается недостаточно. В 2019 году правительство сократило ежедневную порцию еды до 300 грамм на человека в день. В настоящее время Северная Корея занимает четвёртое место в мире по численности действующих военнослужащих. Это более миллиона человек, или примерно 5% населения страны. А если посчитать общее количество военнослужащих, то это число увеличивается до почти 10 миллионов человек, включая действующий состав, военизированные формирования и резерв. Причём до 2015 года служба была обязательной только для мужчин, а женщины могли пойти служить добровольно. После внесённых поправок служба стала обязательной и для женщин до 23-летнего возраста. Но какова же повседневная жизнь в Северной Корее? Разумеется, доподлинно мы не знаем об этом. Но есть фото и видео, сделанные различными международными СМИ и редкими туристами, которые немного приоткрывают эту завесу. Так выглядит провинциальный городок к востоку от Кэсона, расположенный вдоль демилитаризованной зоны. Женщины-регулировщицы одеты очень элегантно. Их профессия пользуется большим уважением. В сельской местности Северной Кореи автобусов в том виде, в котором мы их знаем, не существует. Велосипеды являются основным средством передвижения в КНДР. Автомобили представляют собой астрономические расходы для обычного жителя страны. К тому же покупка их стоит непомерно дорого. А нехватка бензина делает эксплуатацию ещё более дорогостоящей. Фотография сделана в Вон Сане. Вот так выглядит банкет по-северокорейски. Обратите внимание на крошечный размер посуды. Свободная торговля в стране незаконна. Однако после голода в 90-х годах прошлого века появились Чангмаданги – рынки, регулируемые государством. Кто не может позволить себе место за прилавком в местном Чангмаданге, стараются продавать свою продукцию на улице. Но это грозит проблемами с полицией. Портреты президента Ким Ир Сена и генерала Ким Чен Ира есть даже в каждом вагоне поезда. Метро Пхеньяна наводнено пропагандой. Местный школьный автобус. Для транспортировки дети складываются друг на друга. Солдаты Корейской народной армии в форме катаются на аттракционах в парке развлечений в Пхеньяне. Фольклорная улица. Это комплекс в городе Саривон, к югу от Пхеньяна. Его цель – представить романтизированную версию Древней Кореи. Обычная улица в городе Порти Хэджу. На вывеске написано «Культурная революция». Эта пара фотографировалась в день свадьбы в ботаническом саду Пхеньяна. Многоквартирные дома по всей стране представляют собой просто холодные, унылые, обветренные старые бетонные здания. В Северной Корее морозные снежные зимы, при этом нет центрального отопления. Северокорейский город Хесан. Солдаты стоят на страже у реки Ялу. Гигантский лунопарк – единственный ярмарк развлечений в стране. Здесь аттракционы из какой-то другой эпохи. Стрельба из лука, игры с мечами, древние качели. Но больше всего впечатляют, конечно, самолеты, оснащенные пулеметами. Инфраструктура выглядит очень изношенной и небезопасной. Но провести хорошо время здесь всё-таки можно. Жители Пхеньяна сажают деревья возле дворца школьников Мангёнде по случаю дня посадки деревьев. Рабочие дезинфицируют интерьер международного аэропорта Пхеньяна в рамках мер против коронавируса. А так происходит дезинфекция в супермаркете. Фермер сажает рис. Без флага, конечно, ничего бы не выросло. Осень в Пхеньяне. Экскурсовод в музее одета в военную форму. Экспозиция, которой она рассказывает с воодушевлением, посвящена истребителям. Люди проходят мимо киоска, где можно купить закуски. Подобные павильоны – обычное явление в Пхеньяне. В них продаётся еда, напитки и даже искусственные цветы. Студенты читают репортаж в газете «Но Дон Син Мун» о визите лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Вьетнам. Мужчины курят, болтая возле супермаркета в центре Пхеньяна. В столице есть даже казино, где можно весело провести время с игровыми автоматами. Северокорейские жених и невеста позируют для фото в центральном зоопарке в Пхеньяне. В последнее время можно заметить появление жителей КНДР в социальных сетях. На первый взгляд, они ведут себя как обычные люди. Отдыхают, показывают различную еду. Но если учесть, что доступ в интернет строго регламентируется, то не исключено, что это элемент пропаганды. Зрители идут по площади Ким Мерсена, чтобы посмотреть фейерверк во время празднования годовщины дня рождения покойного северокорейского лидера. Сельское хозяйство в стране практически отсутствует. Из-за этого многие люди едят то, что могут найти. Например, морские водоросли и корни. А следующие видео попали в открытый доступ нелегально. Их слили те, кто хочет открыть правду о Северной Корее миру. От некоторых роликов просто отареп берет. Кто-то заснял, как люди попытались проникнуть на территорию японского посольства. Но их попытка к бегствам была жестоко пресечена полицией. Трое мужчин успели убежать, а женщины и ребенок нет. Эти кадры сняла в 2016 году правозащитная группа. На ней похоже изображены дети, работающие на железной дороге. Они грузят тяжелые камни, ремонтируют пути наравне со взрослыми. Говорят, что их рабочий день длится 10 часов. И все это под палящим солнцем. А это официальный тикток КНДР, в котором можно увидеть пропагандистские ролики о счастливой жизни в стране. Правда, обычным людям эта соцсеть, как и многое другое, недоступна. А снимаются эти ролики для того, чтобы показать миру, как счастливы жители Северной Кореи. Люди на этих видео в большинстве своем кажутся довольно испуганными. Как будто им за кадром угрожают чем-то очень нехорошим. А вот так выглядят днем улицы в центре Пхеньяна. Очень малые машины людей. Регулировщик, когда увидела, что ее снимают, начала делать вид, что руководит несуществующим потоком движения. Это Ото Уорнбир, американский студент, который был заключен в тюрьму в Северной Корее с марта 2016 года по июнь 2017. Официальная версия обвинения – он попытался украсть агитационный плакат из гостиницы Янгакто, в которой проживал в качестве туриста. Вообще его приговорили за столь вопиющее в кавычках преступление к 15 годам исправительно-трудовых работ. Возвращен на родину Ото был после того, как впал в кому. Но спустя шесть дней парень умер, не приходя в сознание. Территории Северной Кореи непригодны для сельского хозяйства. А так как страна находится в изоляции, неудивительно, что государство не может обеспечить достаточным количеством продовольствия всё население. В 90-х годах прошлого века голод унёс жизни примерно двух миллионов человек. Это просто ужасно. Фестиваль Ари Ран – это массовое музыкально-гимнастическое представление. Он отмечается ежегодно 15 апреля и связан с празднованием дня рождения Киммерсена, первого лидера КНДР. В 2007 году шоу попало в Книгу рекордов Гиннесса как одной из самых грандиозных в мире. На игровом поле стадиона разыгрываются эпические картины, прославляющие идею Чучхе – борьбу народа и армии за создание могучей и процветающей державы и объединения Кореи. В выступлении участвуют почти 100 тысяч человек. Лауреаты известных международных и корейских конкурсов, студенты и школьники. Как правило, представление проходит по одному и тому же сценарию. При этом зрители на трибунах принимают непосредственное участие в шоу. Их называют «живой экран». Каждый из этих людей держит в руках разноцветные листы бумаги и по команде их поднимают вверх, чтобы получились различные рисунки. Любые проявления чувств на улице и в общественных местах в стране считаются неприемлемыми. Супруг – это товарищ по борьбе за процветание нации. А не вот это вот всё, что вы можете подумать. В Северной Корее государство регламентирует даже прически. Есть определённый список разрешённых вариантов, и никаких отступлений от него быть не должно. Для мужчин предусмотрено 14 идеологически правильных стрижек, а женщинам предлагается целых 15. Обычно незамужние девушки предпочитают более длинные волосы, но не ниже лопаток. Женщины средних лет прическу волна, а пожилые – короткую и объёмную. Красить волосы запрещено всем, независимо от пола и возраста. Но можно подкрашивать седину. Согласно идеологии Чучхе, Северная Корея должна быть самодостаточной страной. Соответственно, импортная продукция, включая одежду, запрещена. Джинсы здесь, конечно, шьют, ведь это очень практично. Но они не должны быть синего цвета. Цвета всемирного империализма. Что происходит на этом фото, доподлинно неизвестно. Скорее всего, человек потерял сознание во время допроса, который сопровождался пытками. Интернет в Северной Корее жёстко контролируется. Обычный человек может получить доступ только к 28 сайтам и только со специальным разрешением. Фотографии лидеров должны быть в каждом доме и содержаться в идеальной частоте. За этим следят специальные инспекторы, которые могут зайти в гости в любой момент и проверить. В стране нет доступа к зарубежным газетам или журналам. А местная пресса пишет исключительно о величии страны. Продвигает идею Чучхе и поёт дифирамбы вождю. Приёмники держать не возбраняется. Но они все опломбированы и стоят на учёте. А поймать возможно лишь несколько государственных радиоканалов. В стране создана система инминбанов. Это форма совместной местной организации, подобная районному дозору. Ни один северокорейский человек не существует вне их. Типичный инминбан состоит из 20-30 семей и определяется жилой близостью. Например, он может объединять семьи, делящие общую лестницу в большом многоквартирном доме. Каждый инминбан возглавляется старостой, который регулярно встречается с партийными властями и сообщает им о проступках. Армия в Северной Корее не выступает против своего народа, как вы могли подумать. Нет, армия – это и есть народ. Иначе просто в настолько изолированной от всего остального мира стране и быть не может. А если вы совершите здесь преступление, то попадёте под правила трёх поколений. А это означает, что когда человек отправляется в тюрьму, то с ним вместе едет и вся его семья. А два последующих поколения рождаются в тюрьмах и там же проживают всю свою жизнь. В КНДР шестидневная рабочая неделя. А в выходной вы принудительно должны заниматься волонтёрской работой. Например, убирать улицы. Такая занятость гарантирует, что у среднестатистического гражданина просто нет свободного времени. А значит, ему некогда задумываться над тем, правильно ли политика партии. Согласно многочисленным источникам, включая доклады ООН, в Северной Корее существует целая сеть концентрационных лагерей, в которых содержится около 200 тысяч заключённых. В них используется рабский труд, систематические пытки и убийства людей. А из-за нечеловеческих условий содержания многие умирают от голода и болезней. Выборы в стране проводятся каждые пять лет. В бюллетене есть только один кандидат. И в принципе, вы можете проголосовать против него. Но сделать это вы должны будете в прозрачной кабинке. А значит, все об этом узнают. И последствия не заставят себя долго ждать. Ким Чен Ын пытается показать, что под его правлением жизнь в Северной Корее становится лучше. Для этого он немного смягчил экономические законы. Позволил работу стихийных рынков. Передал в частные руки некоторые госпредприятия. Но, конечно, этого всего недостаточно. И часть людей в стране продолжает голодать. Ходят слухи, что у северокорейского лидера есть собственный отряд удовольствий. Группа из двух тысяч самых красивых девушек страны. Они должны удовлетворять вождя, высших чиновников и особых гостей. По словам сбежавших из страны участниц этой организации, девушки получают неплохую зарплату. Плюс правитель тратит на содержание отряда ежегодно миллионы долларов. Ким Чен Ын женат, и у него с супругой Ли Соль Джу трое детей. Сын и две дочери. Но на публике лидер страны появляется исключительно со своим средним ребенком – Ким Джу Э. Неудивительно, что ее сразу же окрестили будущей наследницей престола. В местной прессе она известна под титулами благородный ребенок, почтенный отпрыск и любимая дочь. При этом больше ничего о ребенке неизвестно, даже ее точный возраст. Начиная с 1993 года, Северную Корею ежегодно покидает примерно две тысячи беженцев. Появились целые компании, которые за определенную сумму, называется цифра 8 тысяч долларов, помогают уехать из страны. Но накопить эти деньги очень сложно, ведь заработок гражданина КНДР в год в четыре раза меньше запрашиваемого вознаграждения. Жители Северной Кореи ниже своих соседей с юга в среднем на 3-8 сантиметров. Судя по всему, разница вызвана питанием. И дело не только в голоде 90-х годов 20 века. Рацион северокорейцев в целом скуднее. А еще в последние годы страна столкнулась с демографическим кризисом. Пары не спешат заводить детей, видя, что обстановка в стране не слишком меняется к лучшему. И это привело к тому, что сейчас в КНДР заселено примерно треть территории. А какие блюда присущи северокорейской кухне? Инджокоги – колбаски из соевых бобов. Сунгегук – суп, приготовленный из серой кефалии и черного перца. Мийогук – корейский суп из морских водорослей. Джогбал – свиные ножки, приготовленные с соевым соусом и различными специями. Дотуримук – желе из желудей. Хваджон – корейский десерт в виде небольших сладких круглых оладий с запеченным в середине съедобным цветком. На концертах в КНДР вы не увидите привычных групп. Музыкальное сопровождение может обеспечивать, например, военный оркестр. Эта жительница Северной Кореи опасается, что попадет в концентрационный лагерь, потому что во время пожара она успела спасти двух своих детей. А вот портреты лидеров страны погибли в огне. Шин Дон Хёк – правозащитник, который считается единственным известным заключенным, успешно сбежавшим из лагеря для интернированных категорий «Зона полного контроля» в Северной Корее. Он давал интервью по всему миру о своей жизни в лагере и о тоталитарном северокорейском режиме, чтобы повысить осведомленность людей о ситуации в своей родной стране. В КНДР огромный дефицит электричества. Даже в Пхеньяне, столице страны, где живет элита, его включают на несколько часов. А остальная территория страны вообще не электрифицирована. Это хорошо видно на фотографиях из космоса. В Конституции страны сказано, что люди свободны в своих религиозных убеждениях. Однако это неправда. И все, кто пытается следовать своей вере, сталкиваются с репрессиями. Так члены тайных христианских церквей были арестованы и даже казнены. Правительство Северной Кореи жестко контролирует туризм. Все поездки организовываются и проводятся только государственными туристическими компаниями. Приезжают сюда в основном люди из Китая. Весь график тура четко расписан, чтобы у туристов не было свободного времени и они не исследовали страну самостоятельно. А то мало ли что они смогут снять запрещенного. Как видите, жизнь в Северной Корее представляет огромный вызов для ее граждан. Они сталкиваются с ограничениями в каждой сфере своей жизни. Начиная от политики и экономики и заканчивая культурой и свободой выбора. Это вызывает сочувствие и понимание сложности их ситуации. А также напоминает о важности поддержки международного сообщества. Ведь только с его помощью ситуация может улучшиться. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»